так всем привет мы продолжаем проходить игрушку warrior 44 ultimate и собственно мы чем мы занимаемся а мы сейчас узнаем чем занимаемся потому что там у нас открылись какие-то новые карты с выберем чего-нибудь тут я пытаюсь поменять мою команду и ничего не получается а потом разберусь как это делать я делал не совсем правильно так у нас открылась две новые главы и собственно я пойду к замку еда так короче нужно изменить прошлое и сына джао отправился куэда коснулся чтобы спасти свою зазнобу юэньцзи ван юэньцзи смысл тут в том что когда-то они разделили свою армию то есть армия состоялась четырех полководцев с войсками двое полководцев остались уэда кассел то есть в замке уэда а двое пошли на адовара кассел в результате оба группы проиграли потерпели поражение сын и джао чудом выжил и теперь он пытается этого разделения что называется не допустить хочет чтобы все вчетвером сначала штурманули уэда кассел а потом уже пошли на адовара так вот он пытается одного из своих полководцев убедить в том что он вьет полки из будущего и что надо все-таки штурмовать уэда кассел но полководец не верит горит ты мне тут это втираешь перебрал ты с сакой сакая но закан сыма говорит мне все равно на кого идти куда джан ляо говорит что то я верю это год в принципе интересная стратегически интересный стратегический ход поэтому давайте все-таки штурманем сначала уэда а потом уже пойдем на доллара короче добился он своего то есть не допустил разделение армии и вся армия теперь штурмует уэда нам противостоят юань шау и дон джоо понятное дело даже без него давненько мы его не видели этого какого метка в одной из глав второй части назвали где этот протухший сыр мне до сих пор это вспоминается каждый раз когда я увижу думаю какое тонкое сравнение действительно похож на протухший сыр на самом деле глава мною очень нелюбимая и и перед проходил когда первый раз играл сейчас я уже получается второй раз играют первый раз играю 7 раз и я перепроходил почему потому что я никак не мог понять чем не засчитывает поражение почему этот ван юань дзи так быстро дохнет но оказалось что я просто невнимательно читал эти гребаные субтитры и поэтому не понял что она собственно побежал вперед без прикрытия что дабы быть приманкой ее надо было защитить а я не защищал так скажи как мне сэма джао что же случилось в будущем ягод разделился с джу гэданем пошел год кодовара касту собственно ничего у меня там не получилось с джу гэдань здесь гэд погиб в этой битве я как понимаем так что мы все проиграли все правил просрали все полимеры короче тогда будем действовать по-другому вот я добежал до этой той часы так нет нужно меня благодарить юны рад что то в порядке а чтобы ты беспокоился ягод самостоятельно девушке и все такое и действительно чего это я обеспокоился так ставьте свои любовные разговоры до конца битвы позже намилуйтесь она пошли так джао говорит а где же вот эта самая баба которую про которую вы мне тут говорили что она такая красивая вся из себя я ее хотеть хотеть давайте мне ее сюда так вот я пытаюсь скоординировать собственные действия то есть как мне лучше пойти куда мне лучше пойти чтобы никто у меня тут не погиб то что если один из трех полководцев сдохнет мне засчитают поражение а дохнут они очень быстро ну очень быстро были так там у нас так там у нас особо не происходит предлагают разделить силы юань шао и этого дуна джоу чтобы они не стали действовать сообща и вот как раз это ван юэнди говорит я тогда выступлю в роль приматки и задержу дуна джоу чтоб он не смог соединиться с силами юань шао а вы пока разберетесь с юань шао уничтожить юань шао написано ну действительно девка красотка ничего не скажу она даже нарисована по крайней мере поинтереснее чем сяо сяо или как ее так имена то забыл девушек так как дуна джоу подходит под крепление это как было всего лишь уловка он там малыми силами вроде как шел а теперь у него много сил уже и ван юань и надо спасать хорошо устро я не шалбук стати завалили только на москоп это может быть джуби дань что-то как-то там очень сильно расстроился что есть то есть что прибыли подкрепления и это говорит и нюансы и я иду спасать тебя убежал побежал побежали побежали да сейчас спасем вот на этом моменте у меня всегда был проигрыш потому что я как бы этот самый не бежал спасать эту юань джи и и быстренько так это свертывали там по шапке работает оттягивает на себя половину вражеских войск на а вот собственно наша зазноба действительно и один очень так неплохо тут прессуют все мы это поможем экспы свит просвещение как она как и называется я недавно узнал насколько я понял я пропустил оружие она осталась у меня за спиной ну когда действительно когда играешь много не замечает вот когда уже потом отсматриваешь записанный материал комментируешь ты замечаешь гораздо больше деталей чем когда играешь самостоятельно я пробежал увидел все-таки оружие оставил его врагам нам вашего не надо у нас свое есть так и где где-то легендарная красота вы чё готов меня и спрятали я вам за это сейчас наваляю на стучу говорит дурь джо но мы его не верим потому что уж если кто кому и настучит то это мы не он он драться он не умеет это уж точно никогда ты не умеет ну вот в общем то все на этом глава закончилась тут юань за говорит ну и чё год и не остался год со мной смотри как мы хорошо быть типов победили это было что-то вроде того он сказал что это была моя ошибка не надо было разделяться так так ты действительно из будущего и опять шуточки это ложь еще как ты сочиняешь тут кончай бухать короче а ягод ему верю чё это ты меня веришь вдруг неожиданно это вроде как действительно бред сумасшедшего но я тебя год слишком хорошо знаю чтобы понять когда ты шутишь а когда говоришь серьезно на силам от вот ну и готовые закончили короче выгод спасли жизни я присоединяюсь к вам это у тысячи цит и конечно костюмчик блин зачетный как этот гладиатор какой-то вот в общем то все нам присягнули у нас теперь цел куча офицеров ну и не плохо так по эксперт ой долго так начал по вольф сфэнк клыки волка называются а клык волка называется меч который получился сына джао сына джао кстати если кто не понял он сейчас предводитель династии цзин потому что является родным сыном сыном сын и небезызвестного фирмам собственно вот своих товарищей собирает именно из династии цзин полководцев так и мы опять в лагере говорить тут особо не с кем но вот у нас есть панк д который нам сообщить сейчас очень интересную вещь он как-то говорит раз к началу не может отправиться в прошлое и спасти этого дедушку то только то наверное год я смогу у меня этот был момент в прошлом который может изменить битву у юни ляня ю и ляня то есть я отправлюсь туда и вполне возможно потом мы сможем тогда этого деда спасти и вот нам дает новую битву это интересно это интересно так ну а здесь мальчао все еще убиваются что он ничего не смог сделать чтобы спасти там этого банджане по моему так его зовут ну и в общем на этом все всем спасибо за просмотр всем пока